У меня сегодня по плану потом еще массаж, и потом я еще хочу поездить по магазинам. Еду на массаж антицеллюлитный. Я боюсь, что будут синяки, и вообще это страшно. Здравствуйте, Вячеслав. Все, у тебя новый автопарад? Здравствуйте. Я на YouTube вообще-то снимаю. Мы с тобой снимали только на телефон. Я хочу, да, проснимать, как у тебя тут обстановка по кайфу. А подупреждать заранее. А ты знаешь, что так лучше, когда неожиданно снимаешь? Внезапно, да? Расскажи, что ты мне будешь сегодня делать? Я боюсь. Сегодня мы с тобой поделаем антицеллюлитный массаж. В антицеллюлитный массаж будет входить баночный массаж, массаж бамбуковыми палочками. А, это на какой части тела будет массаж? И скорее я там поделаю. Вау, ух ты. Вот, кстати, я хотела, я видела тебя в Инстаграме, я хотела попробовать. Здесь включаются скоростя разные. Ооо, это типа вибромассажер что ли? Да, типа да. У меня есть просто дом, мне присылали как-то на обзор. Ооо, ооо. У тебя столько здесь всяких разных штучек. Это новый что ли? Ты такого и не видела раньше. Банки ставятся с помощью насоса. Допустим, маленькую баночку, для примера. Ставятся они без насоса. Слушай, а там это, синяки остаются? Нет. Пускай банку. Мне кажется, синяки-то остаются потом, нет? Потом за клапан. Угу. Ну и все расходится. Что не осталось? Угу. Нет, ну вот это, конечно, штука вообще прикол. Чего, пистолет? Тебе пистолет нравится? Да, да. Просто я видела, как бы, массажеры, но они были в других форматах. Здесь разные насадки. Это резиновый насадочек. Для более, скажем так, нежных мест. Ну, первая скорость, она такая, скажем, не везде ее можно применять. В основном я работаю на седьмой, на девятый. Седьмая. Ну, я не знаю. Короче, давай что-нибудь попробуем, да? Сегодня на мне. Я сегодня пробую новые штуки. А я что за палки? Ну, бамбуковым палочками будем делать массаж. Там получается, ну, вот такого плана массаж будет. Дай попробуй. Как вибрации, вот такого плана. Как присадка еще в такой момент будет. Угу. Веник бамбуковый. У тебя прям тут это. Это для абсолютного массажа. Веничка бамбуковый тоже. Разбивать целлюлит. Угу. Мы сейчас будем снимать прямой эфир. Славя. Подожди, подожди. Мои сторисы. А где звук-то у тебя? Звук, а сейчас звук должен быть? Да. Нужно без звука включен режим. Почему? М? Почему без звука? Ну, чтобы никто не звонил, пока я тебе делаю массаж. А-а-а. Довольная. А сейчас я поеду на антицелитный массаж. Мне страшно. Я всегда угораю, когда смотрю свои сторис. Ух, уже знаешь, сняла. Да и ладно. Слава, расскажи, что делать будем мне. Сегодня будем делать инсулитный массаж. Хотел бы показать, что мы будем сегодня использовать. Будем использовать дополнительный массажер. Вот этот для разогрева. Вот этот для разминания. Будем использовать бамбуковые палочки. Две штучки. Будем сделать такие вот подступки, вибрации. Также будем использовать бамбуклый реник. Это уже будет ближе к концу массажа, когда кожа будет разогрета. Также будем использовать мы баночки вакуумные. Выглядят они вот так вот. Больше их будем использовать на ягодицах. Ну и поработаем немножко с мышцами. Так много всего, я такого еще не пробовала ни разу. Поработаем немножко с мышцами с помощью пистолета. В основном использую вот эту насадочку. Снимает мышечные спазмы и разбивает целлюлит. Все. Мы сейчас засняли прямой эфир в инстаграм, поэтому теперь моя голая попа будет в интернете, в прямом эфире у Славы. А сейчас продолжаем делать спину и шею мою больную. Мое больное место. Я думаю, что в будни хотите там Решевый город, еще куда-нибудь. Нет, в субботу. Потому что в субботу там аншлаг. Я туда приезжала несколько раз, даже в будни приезжала, в три часа там уже все было забито, и там столько народу и детей, что даже не захотелось оставаться. А там же горки, как раз-таки. Сокол, говорит, открылась, точно. Да, да. С Олесей на Лишневый город часто ездили, потому что она любит. А еще мне нравится горжина, потому что там аниматор идти не занимает. Но там в целом нет одного. Пищи, да, хватит? Угу. Бля, как трактор по мне едет, как будто. А-а-а! Я не захотела. Нет, ну смотри, тут у тебя броми очень жестокие, как кольцо. Приходила женщина, у нее головные боли более полгода. Она пропила все таблетки, и мне ничего не помогла. Я вам по-другому сходила. У нее правильный массаж. Она говорит, вот я решил к себе прийти. Я один раз ей поделал, и у нее головные боли прошли. А я, говорит, дошноты, а что ее рвало? Если такой костюшный головный боли. Кошмар! Один сеанс, и я все помогло. Именно вот эти вот точки, которые здесь у меня еще много. Там у нее спазмы боли большие, из-за этого ее это шпаташли. И все, она у меня хруст прошла. Ну, как бы больно, но если эффект до такой степени, что она таблетки перестала пить, с которой два полгода, понимаешь, тогда и есть смысл. А терпеть боли, из-за которой синяки, а тебе лучше не становится, да нахер это надо. Есть полезная боль, как вот эта. А дальше даже не слышно. Больно-то первый, второй раз, а третий раз уже по факту не помню, уже приятный вспомнить. Все, массаж закончен. Прям очень хорошо себя чувствую стала. Такая легкость и свобода движений. Все, спасибо, Слав. Было круто. Олесь все уехала, теперь готовить ничего не буду, буду худеть. Всем большой привет. Итак, прошел день после антицеллюлитного массажа. Я вам хотела показать, что у меня на ногах. Появили синяки, причем на одной ноге у меня прям много-много синяков, а на другой ноге практически нет. То есть вот так как-то. Странно, да? У меня было сомнение, может быть, на одну ногу массажист мне давил сильнее, а на другую не очень. Я ему написала, он ответил, что в принципе это нормально. Так может быть. Но такое ощущение, даже как будто у меня одна нога стала худее, а другая, которая без синяков, она такая же осталась. Прикол. Я сейчас читаю комментарии под тем видео, где ролик называется «Собираемся на море». Опять хейтер бомбит, как всегда. Настя, у вас какое-то психическое расстройство? Вы почему постоянно волосы свои трогаете? Мне нравятся мои волосы. Я их обожаю трогать, щупать. Мне их приятно трогать. И что? Так, так, так. Настя, берите от жизни все, пока молодая и веселая. Я абсолютно с этим согласна. Я в принципе сейчас так и живу. Вообще вот эти все комментарии злые, они только делают меня сильнее. Вот. Тут мне вообще прикалывает, когда начинают считать мои доходы с Ютуба. И тут абсолютно разные цифры пишут. Откуда все все это берут, я не знаю просто. А вообще, возможно, я поеду на море в октябре на бизнес-тусовку. Это мне гораздо интереснее. Ну и, конечно, многих бомбит от того, что я сейчас стала жить в свое удовольствие, никого не слушаю. И как бы делаю то, что я хочу. А, еще много там было комментов, типа, вот я зазвездилась, одни понты. Блин, мне кажется, вот чего-чего, а в моих видео вообще никаких понтов нет. Я разве себе покупаю какие-то супердорогие там вещи, какие-то, я не знаю, шмотки брендованные. У меня вообще, мне кажется, все очень скромно в моей жизни. Это единственное, что я деньги свободно трачу на развлечения. Мне вот как бы на это не жалко деньги тратить. А вот как раз-таки какие-то покупать дорогие шмотки. Я лучше сэкономлю на шмотках, но лучше вкусно, например, поесть или куда-то поехать развлечься. Вот для меня так. Планы, видите, вот меняются очень быстро. Видите, погодные условия тоже изменились, поэтому я сегодня вот просто хочу дома посидеть и буду читать книги. А вообще у меня еще есть видосы, которые нужно посмотреть. Там вебинары, тренинги. Сейчас я в это вдарилась. Это безумно интересно. Познавать новое. Класс. Вот эта фраза мне очень понравилась. Вдумайтесь, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok